Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области стартовал первый этап производства беспилотных авиационных систем. Как и планировалось, новое производство компании «Транспорт будущего» запущено на территории особой экономической зоны Тольятти. В 2024 году здесь выпустят свыше полторы тысячи беспилотных летательных аппаратов. Дроны будут использоваться в сельском хозяйстве, мониторинге и доставке. Запуск первого этапа производства – важный шаг на пути к созданию кластера беспилотной авиации в Самарской области. Напомню, инициатива реализации кластера была представлена президенту Владимиру Путину губернатором Дмитрием Азаровым. Она получила одобрение главы государства, благодаря этому процесс запуска удалось организовать в короткие сроки. На территории особой экономической зоны сформирован производственный центр научных разработок. Это первый подобный центр в Приволжском федеральном округе. По итогам 2023 года суммарные объемы производства автомобилей в России вырастут на 15% в сравнении с показателем 2022-го и достигнут уровня в 700 тысяч единиц. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Как уточнил министр, речь идет о резком увеличении всех видов транспортных средств, включая легковые автомобили, легкие коммерческие машины, автобусы и грузовики. К настоящему времени производителям в России удалось перевыполнить изначальный план. К настоящему времени в стране уже произвели в общей сложности более 480 тысяч легковых автомобилей при годовой цели в 470 тысяч. Определили дежурных на выходные и обсудили дополнительные меры безопасности. В администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Городские службы отчитались о подготовке к предстоящим новогодним каникулам. Подробнее в нашем сюжете. По прогнозам синоптиков, в новогодние каникулы ожидаются снегопады. Если для одних это создаст праздничную атмосферу, то коммунальным службам города это поставит задачу оперативно очищать дороги и тротуары для комфортного передвижения горожан. Подготовиться заранее, сформировать дополнительные бригады дворников и техники – такую задачу на еженедельном рабочем совещании поставила глава Самары Елена Лапушкина. Уже сейчас на период новогодних праздников во всех районах организуют дежурные бригады. Они будут следить за качеством уборки дорог, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий. А в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны знать алгоритм действий по устранению последствий. На этой неделе, сегодня, завтра проведите еще раз штабы в районах. Еще раз проверьте эти графики. Я прошу вас реагировать на погоду, на снегопады, если вы понимаете, что идет прям завал, да, и один дежурный не справится. Поэтому под личный контроль главы. Отдельно остановились на вопросе взаимодействия с ресурсоснабжающими компаниями. Елена Лапушкина отметила необходимость оперативной связи с представителями данных организаций. Меня очень волнует взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Я сама на связи, поэтому, если будут какие-то сложности, доводите информацию до меня. Ну и, конечно, не забывайте проверять в социальной сети, какие жалобы, какие заявления, обращения поступают, чтобы люди на этот период времени не оставались у нас без внимания. Обсудили во время совещания работу елочных базаров. Всего на территории города в этом году открылись 118 точек по продаже хвойных деревьев. Все площадки оформлены в едином стиле. Ежедневно специалисты муниципального предприятия «Ярмарки Самары» объезжают места торговли и проверяют, как арендаторы площадок выполняют условия договора. Елена Лапушкина подчеркнула, с предпринимателями, которые не реагируют на замечания, нужно расторгать договоры. Отметим, что елочные базары будут работать до полудня 31 декабря. Затем в течение нескольких часов предприниматели должны освободить участки, где велась торговля, вывести оставшиеся деревья, навести порядок на территориях. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Губернатор Дмитрий Азаров навестил бойцов, участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в Самаре, в санатории «Волга» Министерства обороны России. Глава региона оценил условия, созданные для бойцов учреждения, а также пообщался с военнослужащими и поздравил их с наступающим Новым годом. Сотрудники санатория проводят реабилитацию участников СВО с февраля прошлого года. Здесь создан уникальный центр медико-психологического восстановления для военнослужащих. В этом году по нацпроекту здравоохранения в санаторий поставили более 50 единиц оборудования. Качественное военное снаряжение для бойцов. В Самаре налажен пошив чехлов для бронежилетов. Ткань должна быть достаточно прочной, устойчивой к выцветанию, а также непромокаемой. Ксения Баканова побывала на производстве и готова рассказать подробности. Бережно и с любовью. Иван Питых прошивает очередной чехол для бронежилета. Нет, он вовсе не портной, а обычный тренер по фехтованию. В прошлом году несколько его воспитанников попали под мобилизацию. Мужчина уверен, хороший учитель должен быть другом для своего ученика. За ошибки поругать, где-то подставить плечо. Поэтому в стране не остался. Вспомнил навыки кройки, шитья и собрал единомышленников. Изначально было вообще как. Я привлек товарища, который хорошо разбирается в военном снаряжении. Ну, естественно, он военный. С ним консультировался, делал первые образцы. Мы их отдавали на испытания. Ребята проверяли, как они себя ведут. Человек берет чехол, вставляет в него бронеплиты. Начинает в этом изделии уже выполнять все необходимые ему действия. Ползать, бегать, скакать, влезать, влезать в технику, в окопы, спрыгивать и вылезать из них. После чего к нам посылают замечания, и мы по этим замечаниям улучшаем наше изделие. Теперь в этом цеху целое производство. Процесс отлажен. Все изделия аккуратно прошивают. На изготовление одного комплекта уходит три дня. Волонтеры работают в среднем по девять часов. За качество отвечают, а их телефоны всегда на связи. Бойцы делают заказы прямо с фронта. За помощь не забывают благодарить. За доброту вашего сердца, за неравнодушие хотел бы выразить вам благодарность. Спасибо вам большое. Вы действительно помогли нашим ребятам и помогаете. Ждут ребята в следующую партию. Они на себе это опробовали, и все довольны остались. Недавно пришел еще один казах мой. Слава Богу, живы и здоровы. Слава Богу, пользовались нашей гуманитаркой. То есть мы отправляем адресно. Это очень важно, потому что там нужна поддержка. Сейчас вся сторона работы, не только мы. Стараемся помогать, чем можем. Но и будем помогать, чем можем. А не там, а мы здесь. Здесь есть все условия для работы. Современное оборудование и материалы. Знакомые, друзья и просто обычные люди, кто знают про цех, стараются помочь материально. Однако этого мало. Рук все равно не хватает. Особые навыки здесь не нужны. Только несколько часов свободного времени и желание помочь. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Они хорошо учились, выигрывали в спорте, побеждали в Олимпиадах. И вот, наконец, заслуженное поощрение. Самые активные школьники, а также дети, чьи отцы выполняют задачи в зоне СВО, собрались на главную городскую елку. Сначала их ждала развлекательная программа в фойе, а затем ребята увидели балет «Челкунчик». Подробности далее. Четвероклассница Ирина Савельева занимается вокалом. Вместе с музыкальным коллективом шоу-группой «Класс» выступает на всех городских праздниках, а под Новый год мечтает о чуде для себя и близких. Мне нравится песня «Ангел». Она о Новом годе. Я загадала для своей семьи счастья, благополучия, чтобы все их мечты сбывались. А свое желание я не скажу. Я боюсь, что не сбудется. Ян Игнатьев учится в гимназии «Перспектива» и уже седьмой год играет в КВН. В этом году его команда «Перспективочка» одержала долгожданную победу. Получила титул чемпиона телевизионного шоу «КВН. Дети 2023». Это была большая победа как для нашей команды, так и для всей гимназии. Нас там очень много поздравляли. И именно по этой причине нас сюда позвали. Заслуженные награды, самые активные школьники Самары, отличники, победители Олимпиад и всевозможных конкурсов собрались в Театре оперы и балета. Там прошло праздничное мероприятие, организованное администрацией города Самара. На городскую елку были приглашены дети, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. «Сегодня на елке присутствуют те дети, которые проявили себя не только в учении. Это, может быть, какие-то мероприятия, связанные с общешкольными праздниками, с участием в движении первых. Очень важно увидеть этих детей, поощрить этих детей, показать, что их заметили, что город гордится такими детьми, потому что это наше будущее, это наше подрастающее поколение». Главная елка Самары объединяет самых активных вот уже более 15 лет. Сначала участников праздника ждали конкурсы в фойе с Дедом Морозом и сказочными персонажами, а затем ребята увидели самый новогодний балет «Щелкунчик». В завершение праздника участникам вручили сладкие подарки. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. В Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций прошел офицерско-кадетский бал. В нем приняли участие воспитанники кадетских училищ. Мероприятие способствовало приобщению молодого поколения к культурным ценностям. Целью организаторов стало способствовать сближению и взаимоподдержке молодежи. Подробнее о событии в нашем выпуске. Лейтенант милиции Резников, ваше пригласительное на бал. Кавалеры в парадной форме, дамы в бальных платьях. В Самаре при поддержке Российского военно-исторического общества состоялся офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила». Мне хотелось бы всех сегодня поприветствовать, поблагодарить за, в первую очередь, патриотическое воспитание, за сохранение исторической памяти. Потому что это так важно, это важно нам, чтобы мы знали историю своих организаций, своих городов, своих районов, своих семей, своей большой и великой страны. В мероприятии приняли участие руководители областного главка полиции, Центра гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций, ветераны органов внутренних дел и пожарной охраны, кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса, лицея, госслужбы и правоохранительных органов, а также Самарского кадетского корпуса МВД России. Различные мероприятия, такие как балы, они характеризуют светскую эпоху. Для того, чтобы не забывать времена, которые были до нас, именно поэтому проводятся такие мероприятия, которые символизируют прошлый век, которые способствуют нахождению новых друзей. Пары танцевали мазурку, полонесами, но и откружились в вальсе. Все участники бала окунулись в историческую атмосферу и продемонстрировали свое мастерство. У нас дети не только обучаются специальной дисциплине, но и хореографическому искусству. То есть это как бы имеет достаточно большое значение для нас, для Самарского корпуса, для развития детей в целом, для культурного развития. Все участники офицерско-кадетского бала получили не только массу эмоций, но и памятные подарки, а руководители кадетских корпусов благодарственные письма за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, события. Подвели итоги конкурса детского рисунка «Железная дорога – не место для игр», посвященной профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Конкурс проводился с целью привлечения учащихся к пропаганде правил личной безопасности и призвал обратить внимание школьников на последствия, которым могут привести нарушения требований поведения на железной дороге. Елена Чернявская продолжит. С Новым годом! Счастливого пути! Железная дорога – не место для игр. Эти известные слова стали названием конкурса рисунков учеников 134-й школы «Самары». Инициативу поддержали сотрудники Средневоложского линейного управления МВД России на транспорте. Этот конкурс дал возможность детям проявить себя с творческой стороны. В течение всего года специалисты линейного управления проводили уроки безопасности, рассказывали о правилах поведения на железнодорожном транспорте. И сегодня с лучшими рисунками ребята пришли на ЖД вокзал, чтобы их показать школьникам и взрослым, провожая их в дальний путь. Это дети, юные волонтеры, которые снимают видеоролики о правильном поведении на железнодорожном транспорте. Приняли участие в конкурсе «Железная дорога – не место для игр». Среди них даже два ребенка получили первые места. И сегодня в очередной раз мы пришли на вокзал напомнить ребятам о правилах железнодорожного движения и поведения на железнодорожном транспорте. Это необходимо, важно, тем более, что наша школа находится в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры. Иван Павлещак учится в третьем классе 134-й школы. К своему рисунку решил написать стихотворение. Придумал его за 10 минут. «Железная дорога – не медленно игры, ведь поезда там ходят опасно и быстрее. Поэтому, ребята, играть не нужно рядом, а лучше от дороги подальше отойти». Прохожие с интересом разглядывают плакаты. Дети в ярких жилетах привлекают внимание пассажиров. Многие не проходят мимо, а останавливаются разглядеть рисунки и послушать напутствие юных волонтеров. «Через рейсы нас ведет пешеходный переход, но поэтому народ здесь уверенно идет». «Очень правильную и полезную информацию донесли и до нас, и до детей. И напомнили нам тоже, что, в общем-то, железная дорога – не место для игры. Спасибо». По словам жюри, трудно было выбраться победителя и призеров. Представленные рисунки – это самые настоящие картины, на которых дети точно изобразили то, что ни в коем случае на железной дороге допускать нельзя, и что железная дорога – это не место для игр. Победители наградили призовыми грамотами и подарками. Все участники получили сладкие призы. Елена Чернявская, Петр Пламеев. События. Как в Советском Союзе, а затем и в России, создавалась такая отрасль, как кинообразование. Откуда возникла идея учиться кинематографу? Кто учил этой профессии и как из киношколы вырос в ГИК, одним из выпускников которого был выходец из Самары, знаменитый режиссер Эльдар Рязанов. Об этом рассказали на лекции, организованной музеем Эльдара Рязанова. Подробнее в нашем сюжете. Сначала немой и черно-белый, потом со звуком, затем с цветом и, наконец, в трехмерном изображении. За 125 лет со дня появления кинематограф проходил разные этапы, и каждый раз кинематографисты должны были решать, что это такое – искусство или технологии, как найти баланс и какие возможности появляются, а какие уходят. И если говорить о том, что такое кинематограф сегодня, сейчас, в сравнении с тем, чем он был раньше, это кинематограф цифровой, это кинематограф куда более глобальный, чем когда-либо, и кинематограф, который куда более, наверное, демократический в смысле того, кто может делать кино, чем когда бы то ни было, может быть, за исключением самого-самого начала. В кинотеатре художественной прошла лекция историка кино Натальи Рябчиковой о первой российской киношколе. Это уже четвертая лекция, посвященная истории кино, которую организовал музей Эльдара Рязанова. Мы рассказывали о появлении анимации, о появлении авангардного кинематографа в нашей стране, об интересных режиссерах, например, о Диге Вертовой. И в следующем году мы, конечно же, продолжим наш лекторий. Мы будем рассказывать о интересных феноменологических историях. Одна из первых будет, например, посвящена кинематографу немецкому, экспрессионистскому. Мы обязательно вернемся еще и с презентациями книжных киноновинок, На лекции прозвучало, как в Советском Союзе, а затем и в России создавалась такая отрасль, как кинообразование. Как возникла идея учиться кинематографу? Кто учил этой профессии? Как из киношколы вырос в ГИК, одним из выпускников которого был выходец из Самары знаменитый режиссер Ильдар Рязанов. И как общение юного студента Сергеем Изинштейном научило Рязанова справляться с трудностями благодаря чувству юмора и обращать внимание на каждую деталь киносъемочного процесса, использовать все возможные способы воздействия на зрителя. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События. Природа живого материала. В Самаре в музее галереи «Заварка» открылась выставка скульптур «Человек и дерево». Автор работ – мастер декоративно-прикладного искусства Сергей Ключников. Он находит в городских парках и скверах засохшие деревья и дает им право на вторую жизнь. Ксения Баканова увидела работы мастера и готова рассказать подробности. Они рождаются, живут и умирают. И речь не только о людях. Тот же путь проходит и деревья, рассказывает Сергей Ключников. Скульптор дает им право на вторую жизнь. Материал благородный, приятный и по-настоящему живой. Мастер признается – пробовал работать с металлом, стеклом и даже с костью. Однако все не то, за душу не берет. Когда люди идут мимо и смотрят, как я делаю, у них возникает ассоциация. Ну, я не знаю, там очень многие все говорят, а что это будет, а что это будет. Я говорю, ну, увидите потом, а что вам кажется. Одному одно, другому другое. Я хочу заставить людей самих додумывать, то есть принять участие. Потому что чем больше ты работаешь с деревом, вкладываешь туда свою энергию, тем больше это дерево отдает. Вот уже более 10 лет скульптор создает настоящие произведения искусства. В своей работе он использует только высохшие деревья. Немного фантазии, ловкость рук, и вот уже обычный пенек или коряга, как будто оживает. Деревянные скульптуры можно увидеть в музее-галерее «Заварка». Три выставочных зала и целая коллекция человеческих образов. Здесь даже чувствуется запах древесины и слышно звуки потрескивания веток. Мастер внимательно всматривается вот в этот кусок дерева и находит в нем уникальные черты, где-то придает им конкретные формы какого-то животного или какого-то человека. Либо обнажает в нем фактуру, структуру, и таким образом в нем проявляется свое уникальное лицо. До открытия выставки сотрудники музея записали интервью с Сергеем Ключниковым и подготовили специальный фоторепортаж. Собирать материалы было увлекательно, рассказывает куратор Кирилл Гуров. Как выяснилось, знакомство с творчеством скульптора у него произошло еще в детстве, когда он любил гулять в парке «Дружба». Я видел, когда этот парк был в запущенном состоянии, когда он стал постепенно восстанавливаться, и вдруг появляются там скульптуры. Стало сразу интересно, я начал искать, и оказалось, что вот этот художник превратил парк «Дружба» в свою, можно так сказать, галерею. Все самое интересное из рассказов вошло в экспозицию. Здесь и жизненные истории, связанные с работами, и подробности из биографии мастера. Выставка продолжит свою работу до 1 марта следующего года. Ксения Баканова, Петр Поломеев, События. Аналитики Яндекс.Путешествий подвели итоги уходящего года и выяснили, какие направления по бронированию отелей были самыми популярными у россиян. Города-лидеры по России – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Из заграничных направлений в ТОП-5 вошли Беларусь, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия. Самара заняла 14 место в рейтинге российских городов по бронированию отелей. При этом спрос на самарские отели рекордно вырос в сравнении с прошлым годом на 66%. Бронировать их стали раньше на 36% за 11 дней до заезда. Средняя стоимость за сутки составила 4421 рубль. Среди зарубежных отелей самыми популярными стали гостиницы в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте и Алматы. Атмосфера волшебства Севера царит в торговом комплексе «Гудок». Встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, кукольный театр марионеток, фотозоны со сказочными персонажами, детские мастер-классы, бесплатные фотосессии с настоящими северными оленями. И многое другое ждет посетителей торгового комплекса «Гудок». Подробности расскажут наши корреспонденты. Торговый комплекс «Гудок» приготовил для юных посетителей праздник с ростовыми куклами, артистами и шоу-программой. 49 детей из города Снежное ДНР приехали в Самару за новогодним настроением. Хотелось бы, конечно, каких-то новогодних впечатлений детей, чтобы они вот увидели эту атмосферу. В программе ярмарка подарков, фокусы, шоу химических опытов, кукольный спектакль и мастер-классы. Было очень интересно, когда показывали спектакль, и вот тут раскрашивать, тоже интересно сидеть, и игрушки на елку. Я пошел на мастер-класс, сделала свечку для того, чтобы подарить ее бабуле. А в это время у главного входа собрались желающие сделать фото с северными оленями. В завершении праздника Дед Мороз со Снегурочкой провели интерактив у елки с играми, стихотворениями и подарками. Торговый комплекс «Гудок» приглашает на праздничные мероприятия 30 декабря. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации, профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Минспорта Российской Федерации запустила онлайн-запись на самое масштабное зимнее спортивное событие. Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Мероприятие состоится 10 февраля на территории спортшколы «Чайка». Для участия не потребуется предъявлять оригинал паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале госуслуги, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после сорока – ежегодно. Чтобы ее пройти, нужен полис, ОМС и паспорт, напоминает телеграм-канал железнодорожного района. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру. С 1 декабря ведется прием заявок на награждение почетными знаками городского округа Самара за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются главе Самары и председателю городской думы до 1 марта 2024 года включительно. Консультацию можно получить по телефону 332 11 03, информирует городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. В актовом зале администрации Красноголенского района прошло награждение победителей конкурса на лучшее праздничное оформление района к Новому году и Рождеству. В создании праздничной атмосферы для жителей и гостей района в предновогодние и рождественские дни приняли участие крупные промышленные предприятия, учреждения социальной сферы, управляющие компанией и объекты потребительского рынка. Районная администрация благодарит участников за создание новогодней атмосферы. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самара ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова